Привет всем любителям теребонькать свой сайдстик, сегодня собственно о сайдстиках и поговорим. В этом ролике я расскажу как я переделал vkb gladiator next в сайдстик airbus, зачем это было нужно, сколько это стоило и устроил ли мне результат, ну и что будет дальше. Так что об этом всем в ролике, поехали! Начинал я в свое время вообще вот с такого устройства, это speedlink black widow, вот так вот называется, я его приобрел еще в начале 2010-х годов, когда только начинал летать на airbus, пересев с туполева, и могу сказать, что приобрел я его кстати только потому, что здесь рукоятка мне напоминала именно рукоятку airbus, то есть красная кнопочка на своем месте, тут есть курочек тоже для связи, и уже тогда я понимал, что очень важно, чтобы устройство, которое мы держим в руке, хоть как-то билось с тем самолетом, которым мы управляем в симуляторе, для гражданских симуляторов тогда вообще почти ничего не было, кроме разве что вот этого штурвала пластмассового а-ля Cessna, и все, но для военных симуляторов на самом деле выбор был уже тогда, а сейчас так вообще тем более, сейчас только что-то начинает появляться для гражданских симуляторов, Trustmaster что-то там пытается, для airbus, вот для боинга сделали и так далее, то есть индустрия развивается, мне это очень конечно радует, но всего это становится мало. Если вы не смотрели распаковку и обзор вот этого джойстика WKB Gladiator Next на моем канале, обязательно посмотрите, ссылка будет в описании, там я лоб в лоб сталкиваю это устройство с Trustmaster вот этим решением а-ля Airbus, конечно это устройство выигрывает полностью, за исключением своего внешнего вида, но и Trustmaster устройство на самом деле не очень-то похоже на Airbus, давайте будем честны. И на самом деле суть в чем, это устройство я приобретал изначально с целью переделывать его в сайдстик Airbus, то есть мне нужна была вот эта база, которая давала такой более-менее плавный ход и так далее. Понятное дело, что это не имеет ничего общего конечно с Airbus, с настоящим там совсем другие усилия и так далее, но мне просто хотелось качественное устройство, мне было качественная база, которая могла отвечать моим требованиям, быть точной на магнитных датчиках и так далее. Но когда я это устройство взял в руки впервые, взялся за эту рукоятку, я даже засомневался в своей идее, знаете ли, потому что она очень эргономичная и очень удобная эта рукоятка, очень универсальная и так далее, я даже думал оставить свою идею с переделкой, но потом все-таки у меня окончательно поехала кукуха, поэтому я заказал рукоятку и сейчас буду рассказывать, как превращать вот это вот и вот это. Итак, для превращения ВКБ в Airbus нам понадобится конечно же рукоятка, самое главное, вот такая вот резиночка, пыльник, вот такой маленький контроллер, конечно же всякие инструменты, паяльник, всякие какие-то еще резиночки, провода и вот такая алюминиевая трубка, внешний диаметр у неё 15 миллиметров. Сейчас я подробно расскажу про каждую из этих деталей, для чего это нужно и чем будем с этим делать. Первое, что я заказал, конечно, это была рукоятка и вот этот вот резиновый пыльник. Рукоятка немецкой компании VR import, они производят оборудование для симуляторов, кокпитов и так далее, ссылку на сайт оставлю в описании, у меня не очень с ними получилось хорошо сработать, потому что доставка вот этого барахла, это две отдельные позиции, пыльник и рукоятка заняли почти полгода, это отдельная история, не стоит её здесь рассказывать, в общем, в целом рукоятка очень классная, это доступное решение на самом деле, самое доступное какое есть, если вы хотите не напечатать на 3d принтере вот это что-то непохожее и ужасное, а хотите, чтобы это было действительно напоминало настоящий сайдстик, то вам нужно купить вот это, остальные варианты гораздо дороже, хотя это всё в целом не дешево всё равно, то есть вот эта резинка с рукояткой стоит дороже, чем вот этот рукавой гладиатор на целиком, гораздо дороже, в два раза, давайте так, итак, сама рукоятка у нас имеет отверстие для трубки, здесь у нас два таких болтика для того, чтобы крепить на этой трубке эту рукоятку и пыльник, это отдельная позиция, заказываются отдельно, рукоятка стоит, одних денег стоит, по-моему, 40 евро, кажется, вот эта резиночка, ну то есть к рукоятке у меня вопросов нет, как я уже сказал выше, там чуть-чуть площадка неточная, но в целом она классная, она прям настоящая, удобная, супер, что касается резинки, то она унёс копийностью проблемы, конечно, то есть если здесь копийность там 99%, то здесь, ну там, наверное, я бы поставил оценочку три с половиной из пяти, потому что цвет точный, но сама резина очень жесткая, здесь верхняя часть вот этой гофры сделана неправильно, она должна быть здесь таким, такая покатая, вот, и самое главное, непонятно, да, вот здесь отверстие круглое, тут совсем другой диаметр, соответственно, если здесь будет ось, она будет как-то болтаться, то есть ничего не придумали, вообще в настоящей рукоятке ирбаса здесь идет такое кольцо, на которое надевается такая вот резинка, там диаметр гораздо больше, в оригинале диаметр 5 сантиметров, 50 миллиметров, здесь ничего нету, то есть и как оно будет тут гулять, непонятно, поэтому пришлось что-то изобретать. Далее нам нужна вот такая алюминиевая трубка, можно найти, конечно, пластиковую, я не нашел, вообще целая была проблема найти трубку диаметром 15 миллиметров, потому что вот это отверстие, которое здесь сделано в рукоятке, она составляет 15 миллиметров, то есть вот это дело сюда, он так замечательно входит и получается такая трость. Ещё мне нужно было, чтобы внутренний диаметр был достаточно небольшой, потому что здесь будут всего лишь проходить провода и всё, а крепить эту трубку нужно было в такой стакан и прикручивается вот сюда, здесь нужно было сделать отверстие, вот. Целая была проблема найти такую трубку, если честно, нашел, как ни странно, на алиэкспрессе, в России нигде не нашел, пришлось ждать из алиэкспресса такую замечательную трубку. Далее, для того, чтобы наша резинка не болталась, когда будет установлена сайстик, то есть вот так, я не нашел ничего лучше, чем найти вот такую деталь, это какая-то мебельная заглушка торцевая, которая ставится в какую-то там алюминиевую мебель, еще что-то, вот. То есть это будет примерно вот так. Здесь я проделаю отверстие, и вот эта резиновая деталь будет надета на трубки и как-то имитировать хоть какое-то крепление, потому что ребята из Германии молодцы, сделали классную ручку, но что вам мешало под свое же резинку сделать кольцо, я не понимаю. И самый главный компонент, волшебный во всей этой истории, это вот такой контроллер. Этот контроллер устанавливается в ручку KG12VKB. Я так понимаю, это рукоятка, которая стоит в обычном гладиаторе, не Next. А для чего это нужно? Сейчас объясню. В каждой такой рукоятке, в которой существует огромное количество кнопок, установлен контроллер. Для чего? Каждая кнопка, это два провода, которые размыкаются между собой, размыкаются. Каждая хатка, допустим, четырехпозиционная, это пять проводов, то есть пять контактов. Четыре плюса и один минус. Восьмипозиционные я даже не могу себе представить. То есть здесь, как вы видите, тут я не знаю, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь кнопки, 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 даже здесь ось есть. И всё это, если это будет проводами физически уходить вот в эту базу, то это будет вот такой пучок проводов, который будет просто перетираться, да и вообще ну как бы нафига. Для этого ставятся вот такие контроллеры. Вот контроллер собирает из себя всю информацию, все нажатия и так далее, то есть весь пучок проводов, так его назовём, он приходит вот в этот контроллер. А из контроллера идёт уже всего лишь три тоненьких проводочка, вот так вот по рукоятке попадают в базу. Очень грамотное решение, ну собственно оно везде в машиностроении применяется, да и в компьютерах наших тоже. Вот, у меня история конечно гораздо более примитивная, здесь всего лишь две кнопки. Раз, красненькая и два, вот наш курочек. Всё, но тем не менее я решил сделать всё правильно, то есть изначально когда у меня была тестовая сборка, я вот эти вот три кнопки не использую, я просто подпаял провода от этих двух кнопок в базе вот к этим там по моему двум кнопкам, чтобы они просто хотя бы база их считывала, вот эти СВКБ спросил, окей, у вас есть отдельно контроллер от такой ручки, хотя от такой ручки мне контроллер не нужен был, потому что здесь вы видите какое количество органов она рассчитана, они предложили вот такой контроллер от KK12, он достаточно простой, здесь немного чего можно подключить, я решил использовать его, то есть провода от этих двух кнопок у нас будут приходить вот в этот контроллер, от контроллера идёт уже проводочки, которые подсоединяются к базе, и так это всё работает. давайте собирать! итак, рукоятку мы сняли, показываю, как я и говорил, всего лишь три тоненьких проводочка приходит у нас в эту базу с такого огромного количества кнопок, то есть там установлен контроллер. ну что, в общем, вот наши базы, которые послушают базы для рукоятки Airbus, здесь такой механизм понятный, здесь такая корзина, пружинки, платы, куда кнопочки подключаются, какие-то дополнительные устройства и так далее... итак, у нас между базой и рукояткой будет алюминиевая трубка, почему? потому что вот эта рукоятка, сейчас я покажу вам лучше фотографию, здесь идет такая круглая трубка с тремя отверстиями в торце для того, чтобы это все крепилось, там где-то такой стаканчик, я не знаю, будет видно или нет на видео, но вот поэтому мне очень важно было, чтобы трубка была с толстыми стенками для того, чтобы в торце можно было сделать отверстие и это сюда дело вставить и закрепить. так, путем нехитрых манипуляций вот эта ручка превращается вот в такое устройство. я обрезал эту ручку по длине, я там долго измерял, какой она должна быть длины и так далее, чтобы она там правильно стояла, по высоте рукоятка была на определенном уровне и так далее, там не могу сейчас никакие дать размеры, это было все на глаз, на бумажке и все это я уже потерял. так вот, вот этот провод, который здесь вставлен, это те самые три проводочка, которые будут идти от контроллера в рукоятку, я их сразу сюда замуровал, потому что очень толстые стенки и вот эта вот эта колодка она просто не пройдет, я не смогу ее просунуть потом, поэтому я их спаял эти провода, удлинил их, здесь наклеил тканевую ленту, как используется для автомобильной проводки и так далее. и вот собственно вот эта резинка, которая будет служить вот этим фиксирующим кольцом для пыльника, для вот этой вот резиночки, чтобы она не ездила вверх-вниз, такой поставил хомут, ну так ужасно выглядит, ну ладно, это все будет спрятано, не будет видно. еще один момент, на самом деле здесь у нас 15 миллиметров в сайтистике, а вот тут не 15, 14,9 и 1 миллиметр мне пришлось диаметра, мне пришлось стачивать. после того как я все сточил, в принципе это все вот сюда подмечательно, так вот бемс встает. и хочу вам продемонстрировать, вот то есть вот эти отверстия в торце я сделал для того чтобы закрепить эту палку, так ее назовем будущую основу, в штатном месте. на платах vkb gladiator next есть разъемы для вот такой 3-пиновой колодки, которая идет в комплекте с контроллером, вот я подключил вот в эту, не знаю, может быть надо было в эту или в эту, но у меня работает. ну что, готова наша база для установки вот этой красоты. теперь полезли внутрь вот этой башки. так, а что внутри? а внутри провода. провода двух кнопок. от красной кнопочки идет красные провода, от курка черного идут черные провода, чтобы не перепутать. в принципе абсолютно не важно как будет проходить сигнал через один провод через другой, это просто замыкание. вообще эти провода были гораздо длиннее, они на сантиметров 20 или 30 еще вылезали здесь внизу из этой рукоятки, но так как я буду ставить контроллер, мне нужно было их укоротить. я максимально их укоротил насколько смог, можно было еще меньше, но просто мне туда неудобно было бы с ними работать, что если их достать, что-то нужно починить, перепаять и так далее. итак, как это будет работать? в нашу рукоятку мы устанавливаем вот этот контроллер, он будет считывать замыкание кнопок и отправлять в базу. пимс! и все будет летать! итак, после удачных и не очень манипуляций паяльником, я припаял четыре кнопки, ой, четыре провода, то есть это две кнопки наших основных к контроллеру, и еще я вывел три контакта, позже объясню зачем. все, в принципе этот контроллер можно устанавливать рукоятку и ставить на ручку. вся эта история очень легко сюда прячется, потому что рукоятка, ну там большие полости достаточно, и все это легко туда будет запихать. ну что, концептуально переделка выглядит так, это уже готовое к работе устройство, ну как-то выглядит пока оно конечно не очень, но по крайней мере мы поменяли рукоятку, мы здесь сюда завели контроллер, который будет считывать нажатие кнопок и по уму правильно отправлять их в базу, никакого колхоза особо лютого нет, ну вроде вот так. в принципе вот ну конечно летать так наверное не стоит, но для понимания я сделал такую предварительную сборку для вас. заменив ручку столкнулся с такой проблемой, что все-таки эта ручка не универсальна, она подходит для полетов только на airbus, потому что здесь нет тумблера под триммер, мне не нужны там хатки, такие дополнительные кнопки и так далее, но вот на какой-нибудь цесне или на 300 airbus с такой конфигурацией не полетаешь, а каждый раз ради полета на цесне и так далее менять рукоятку на вот эту родную, это какой-то невероятный мне кажется геморрой, поэтому я решил немножко доделать эту ручку, я придумал такое приспособление, выпилил детальку, поставил тумблер, выглядит это вот так, это будет съемный триммер, то есть если мне вдруг нужно полетать на цесне, я буду просто снимать вот эту крышечку, вот здесь я вывел контакты для подключения вот этой кнопки, подключаем, все это туда прячем, запихиваем, ну и вот как временное решение можно ставить вот такой вот тумблер и у нас появляется триммер, полетал на каком-нибудь самолетике с триммером. эту штучку открутил, ну выглядит она конечно безумно чужеродно для airbus, но тем не менее как выход из ситуации мне кажется вполне себе. следующим шагом на самом деле нужно подружить контроллер который находится в рукоятке с базой, просто так если их воткнуть как мы сейчас сделали работать нифига не будет этот база контроллер видеть не будет. для этого сайта WKB загружается специальное программное обеспечение, конфигуратор, я сейчас не буду на этом подробно останавливаться, там просто буквально нужно поставить пару галочек, чтобы эта база восприняла, то есть оказывается к ней одновременно можно подсоединить там две рукоятки, вот там просто в конфигурации указывается что еще одна рукоятка, конкретно модель рукоятки, там нужно поставить что это KG12 по-моему и все начинает работать. что касается гофры, ну закрепить ее конечно можно на самом корпусе базы, ну вот эту историю можно выше ниже там будет отрегулировать, как бы как-то на двухсторонний скотч приклеить и в принципе летать. я использую другое решение как вы может быть видели на стримах или в прошлом видео где я рассказывал про тилер еще. у меня есть такая панелька, сейчас я продемонстрирую, на которой меня установят тилер и джойстик. я проделал в ней отверстие для того чтобы все это закрепить, сейчас покажу. вот такое у меня крепление к столу, здесь стилер и здесь у меня стоял гладиатор, примерно так как он стоит сейчас. вся эта штука на самом деле наклонена на тот же угол отклонения от плоскости, который в настоящем Airbus, то есть там на самом деле рукоятка стоит не прямо, а вот так наклонена чуть-чуть в сторону пилота. я на самом деле здесь проделал отверстие выглядит немножко грубовато. вся эта история будет установлена у меня снизу, то есть вот этот джойстик он будет на самом деле висеть вот на этих болтах чуть-чуть под углом, а здесь уже сверху будут установлены гофра и рукоятка. ну что, что-то у нас вырисовывается, в общем вот эта резинка я ее просто приклею на двухсторонний скотч к вот этой поверхности, потом установим рукоятку и в принципе готово. ну вот все, переделка окончена, стоять это будет вот так, теперь гладиатор опустился вниз, сама база, сверху у нас только это гофра и рукоятка, можно летать. ощущения сразу скажу, что очень сильно изменились, да я бы даже сказал очень круто изменились, когда летаешь на airbus, ты держишь этот сайдстик, он все-таки достаточно эргономичный, держать его нужно тоже правильно, вот сюда кладется у нас большой палец, но это я сниму отдельное видео в следующий раз про то, как правильно держать сайдстик, ну или вот сюда, или сюда большой палец кладется, но я расскажу об этом позже. если его правильно держать и есть упор локтя, то он невероятно удобный, понятный и ну летать не знаю, стал я лучше или нет, но по крайней мере по ощущениям мне нравится гораздо больше. ну а если говорить о перспективах, то у меня есть вот такая вот замечательная бандура от настоящего самолета, это крышка, которая ставится вот на эту тумбу, где установлен сайдстик, тиллер, здесь соответственно сайдстик, здесь тиллер, эта штука от airbus 321, настоящего самолета, появилась она у меня, самое смешное, гораздо раньше, чем сайдстик, о котором я рассказываю вам в этом ролике, а еще у меня теперь появилась такая новенькая замечательная резинка, правильной формы, мягенькая. как я все это буду использовать, давайте подписывайтесь на канал, ставьте лайки, что там колокольчики и так далее, я сниму видео, могу снять видео о том, что я буду с этим всем делать, еще если вас интересует конструкция вот этого крепления к столу из алюминиевого профиля, который тоже сделал сам, я могу снять отдельное видео, как собрать такую штуку самому дома и по поводу сайдстика могу вам рассказать, что на моих стримах я всегда вывожу сайдстик в левом нижнем углу для интерактивности, чтобы вы понимали, что происходит в данный момент с сайдстиком, как я им управляю, как управляет самолет. я могу еще раз сказать, что гораздо теперь это управление стало понятным, точным и так далее, когда ты держишься за нормальную рукоятку под правильным углом с той же самой опорой под локоть, как это происходит в настоящей кабине, в настоящем кокпите Airbus. поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, будет еще много всего интересного, всех с наступающим новым годом и до встречи!